На третий этап зимнего сезона гонок на выживание в деревню Горки съехалось множество болельщиков. Да и участников было немало. На трассу должны были выйти 14 гонщиков из Москвы, Московской и Тульской областей. Битва намечалась жаркой. У нас только недавно разрешились гражданские шипы и ребята пока химичат с резиной. Допустим, вот у Андрея Березки, ну в рамках регламента. В прошлый раз он очень большое преимущество за счет шин получил и просто как на рельсах уезжал от всех. Но ребята подтянулись. Посмотрим, как сегодня та же его резина будет работать. Из-за нововведения некоторым участникам пришлось менять резину прямо перед первыми заездами. Впрочем, на боевом настрое это никак не сказалось. Комиссия посчитала шипы на колесах. Есть технические правила, которых указано на погонной 10 сантиметров 12 шипов. У меня получилось 13. То есть пришлось выдергивать лишние шипы сейчас. Готов биться за первое место, но зимой не ездил в этом году еще ни разу. Наверное, будет сложно, потому что трасса очень скользкая. Настоящей звездой третьего этапа стала голубая «Лада Порша». Ее 18 лет назад начал собирать постоянный участник гонок на выживание мотокросса Павел Чижов. Но, увы, довести дело до конца ему не удалось. 15 лет назад спортсмена не стало. Его друзья решили воплотить мечту товарища в жизнь. Это первый выезд автомобиля на трассу. Даже не важно, что там она выиграет, не выиграет. Конечно, говорю, все. И Александр, который поедет на ней, он говорит, сам не ездил сколько лет уже. Сам факт того, что вот она есть, она на ходу. И как это, как хотел он сделать боевую машину, вот они доделали боевую машину. Главная память. Я выехал на старт, больше мне ничего не надо. Как она сломается, не знаю. Мы не приехали за медалью. Это ждать сегодня бессмысленно. Мы приехали именно отдать дань памяти Павлу Константиновичу Чижову. Потому что он очень много нам помогал. То есть, до сих пор, как говорится, помогает. Первые три заезда борьба за выход в финал была нешуточная. Но все участники были настроены только на победу. Отлично. Все нормально. Каша небольшая, ничего, нормально. Ну и как вам все настроено? Будем побеждать. Я вот по количеству зрителей, по количеству машин, видно, что оно становится все более популярным. Потому что народу нравится. А сегодня, тем более, по-моему, рекордное количество за все эти гонки, 14 экипажей, это много. То есть, борьба все обостряется, гонщики начинают готовить посерьезнее машины. И это приятно. В итоге, в третьем этапе зимнего сезона гонок на выживание первое место занял Антон Рыжиков из Новомосковского. Второе – Сергей Щетинин из Москвы. А третье досталось Даниле Соколову из Домодедова. Следующий этап пройдет 24 февраля. Екатерина Борисова, Данил Свидерский, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова